у нас две серверных комнаты с двумя коммутаторами и соединены они одним кабелем и вот этот кабель является слабой точкой то есть при разрыве в любом месте этого кабеля мы теряем доступ или к части серверов или ко всем серверам для того чтобы это избежать сделаем дубликат отсоединим тут гигабитный порт и подключим его суда соответственно сконфигурим его конфт интерфейс же 02 свечи порт мог трамка ну а тут временно прокинем двадцать третий порт на двадцать третий порт ну и оба порта в трамка под ними ф 0 двадцать три пранк и тут точно также нэйбл конфт интерфейс f0 23 свечи порт мот трамка контролл z записали write memory попробуем пропинговать значит айпи конфиг значит пингуем 10 128 0 5 днс так сейчас поднялся мэйл мэйл донская рудн ru сейчас поднимется интерфейс ну и www и посмотрим как у нас ходят пакеты для этого перейдем в режим симуляции фильтры оставим только ICMP и запускаем пакет на VVV сервер естественно он проходит через шлюз основная проблема в таком подключении это то что у нас возникает петля и есть вероятность того что пакет начнет по этой петле ходить кругом чтобы этого не возникало был создан протокол спанинг 3 стп протокол данный протокол выполняет несколько функций главная функция это не допускает возникновение петель и следующая функция это дублирование путей ну вот мы там видим что по старом пути идет на сервер VVV ну что собственно я ожидал дошло а теперь запустим на сервер mail и так сейчас идет на шлюз и мы видим что пакет идет по старому пути то есть никакой балансировки нагрузки нету почему это происходит а дело в том что балансировку нагрузки стп строит от так называемого корневого свеча а корневой свеч он выбирает специальным образом на основе определенной метрики и частью этой метрики является макадрес свеча соответственно чем меньше макадрес чем старше свеч тем он вероятнее станет корневым свечом что не очень хорошо давайте посмотрим что у нас тут состояние шоу спаннинг 3 влана 3 спаннинг 3 у нас протокол старый он делался для одного домена широковещательного и с появлением вланов у нас естественно он не понимает что такое влан на каждый влан запускается свой стп протокол ну и вот видим что вот этот коммутатор является рутовым для того чтобы поменять рутовый коммутатор мы можем поиграться с приоритетом коммутатора на самом деле мы можем это оставить на откуп самому коммутатору указав что именно этот коммутатор будет рутовым давайте шоу спаннинг 3 влан 3 вот у нас линк к рутовому коммутатору и мы зададим что именно этот коммутатор является рутовым для третьего влана спаннинг 3 влан 3 рут в праймере да вот он стал у нас рутовым и теперь посмотрим как у нас пакеты пойдут при настройке стп не нужно отдавать на откуп автомату выбор рутового коммутатора нужно настраивать его самим ну обычно это центральный коммутатор и так ну это у нас глюк сначала давайте пропингуем так вот а теперь уже запустим пакет и так идет на гейтвей гейтвей переходит в другой валан и вот пошел по новому пути то есть таким образом мы добились балансировки нагрузки плюс к этому нужно понимать что при подъеме каждого порта коммутатор на нем пытается поднять стп протокол пытается поднять протокол агрегации то есть достаточно много накладных расходов а вот на этих портах у нас только сервера находятся то есть хосты